Женя, мы с тобой сегодня встречаемся как два блогера, но ты едино в двух лицах. С одной стороны, действительно один из самых известных новгородских региональных блогеров, с другой стороны, ты модератор одного из самых скандальных разделов, самого посещаемого форума, я имею в виду форум умных людей, раздел «Город, власть, политика». И вопрос у меня к тебе как к блогеру. Сейчас ярлык блогера не наклеивают только на ленивого. Человека можно назвать блогером, который по сути он таковым не является. Скажи мне, кто на твой взгляд может называться блогером, а кто все-таки нет? Во-первых, я могу сказать, что зависит все от называющего, то есть что вкладывает в понятие блогер, конкретный, каждый говорящий это слово. Я считаю, что блогером может быть в принципе любой человек, который имеет неважно какую техническую площадку и имеет возможность на ней высказываться. Будьте, это страница ВКонтакте или возможно ЖЖ, или еще какая-то платформа, даже допустим Твиттер, поскольку возможно человек может уместить свои мысли только в 160 символов и на большее он не способен. В таком случае это его блог. А может краткость «Сестра талантлива»? Именно так, да. Есть и такой вариант. Но однако, на мой взгляд, блог должен нести еще какую-то нагрузку. В основном это должен быть какой-то публицистический ресурс, поднимающий актуальные проблемы. Возможно, это будут общественно-политические проблемы, как одни из наиболее важных, немаловажных аспектов жизни общества, на мой взгляд. Именно поэтому блог еще может нести, конечно, развлекательное значение какое-то. Он может сплачивать социальные группы, позволяющие именно на этом блоге общаться. Ну и разные другие функции. Поэтому если блог абсолютно такой пустой, в принципе, там рассказывают о каком-то отвлеченном предмете, ну можно такого человека с натяжкой называть блогером, но однако функция-то его какова. Но она, на мой взгляд, ничтожна. Поэтому я бы называла блогером именно того, кто высказывается на одной из технических площадок, на актуальные, общественно-политические, ну и в принципе любые проблемы, затрагивает животрепещущие вопросы. Как ты считаешь, велико ли влияние блогеров, активно пишущих блогеров, на ситуацию, что называется, в реальной жизни? Или это две реальности, которые существуют параллельно? Виртуальная интернет-реальность и наша реальность жизни? Мы живем сейчас в информационном обществе. И, конечно же, виртуальная реальность, реальность, которая доминирует и превалирует информация, она, несомненно, влияет на реальный мир, на наш с вами. Я бы сравнила, я считаю, что это, ну да, не профессия, это деятельность блогера. И эта деятельность, и те люди, которые ей занимаются, они влияют на нашу информационную реальность. И, конечно же, эти две реальности пересекаются, наша и реальность сети интернета. Я вот привела бы такую аналогию, возможно, она для кого-то покажется некорректной, однако, мне кажется, эта аналогия правильная. Я бы сравнила сейчас блогеров с теми железнодорожниками начала, наверное, 20-го и конца 19-го века, когда как раз-таки железнодорожные сети очень бурно развивались, и от забасток на этих сетях или каких-то неполадок зависело будущее страны и вообще жизни общества. Это была такая пахальная профессия. Сейчас, наверное, это профессия свободного журналиста, блогера, человека, работающего с информацией. На мой взгляд, что, конечно, виртуальная реальность у нас, и те, кто эту реальность формирует, те, кто в ней действуют, они влияют на нашу с вами жизнь. Проблемы цензуры и анонимности в интернет-среде. Не секрет, что насчет этого разворачивается жаркая дискуссия уже давно. Но кто-то считает, что человек имеет право быть анонимным в сети интернет, кто-то считает, что свои мысли честнее высказывать под своим собственным именем. Ты, я знаю, никогда не скрывала свое имя, всегда выступала хоть и под ником, но все знали, что это Евгения Савельева. Как ты считаешь, имеет ли право человек, высказывающий активно свою гражданскую позицию, быть анонимным? Здесь две проблемы. Я, во-первых, заранее всегда всем говорю, но все это отлично знают, мое мнение на этот счет, что ни в коем случае государство сюда допускать нельзя. Государство захочет сделать как лучше, сделать как обычно, как всегда. Поэтому ни в коем разе. Что касается непосредственной анонимности, вторая проблема, это даже, наверное, не проблема, а просто решение каждого конкретного человека. Он сам должен решать, хочет ли он высказывать свое мнение на показ именно под собой, с открытым забралом, под своим именем, другими реквизитами. Либо он хочет остаться скрытым, просто потому, что он выражает, например, мнение какой-то группы лиц, ему вовсе не обязательно представляться. Либо это его манера. Я считаю, что анонимность должна быть, это норма, интернет так развивался. Более того, людям свойственно придумываться псевдонимы, книги какие-то, творческие псевдонимы, играть в определенные игры такого рода. Я это поддерживаю, это, на мой взгляд, особенность. Как охота? Есть охота загонная на флажки, кого-то ведут, загоняют и убивают. А есть, когда он ставит ловушки и прячется где-то там, отслеживает, и, пожалуйста, это личное дело каждого. Я за анонимность. Этиковать власть, говорить четко нынешней власти, да не взять нынешней, любой власти, любой власти, о том, что эта власть в чем-то не права. Можно ли это делать анонимно? Это наша власть привыкла относиться к анонимности, вроде как к такому, может быть, забралу трусливых, которые прячутся, им там, может быть, стыдно в какой-то мере, там, сказать открыто свое мнение. Но на самом деле это не так. Возможно, человек просто скромный и не привык вот так вот выходить, выступать, он начинает теряться. Но это, может быть, такой случай. Более того, считаю, что последний, извините за выражение, бомж имеет право критиковать власть, хоть под собой, хоть не под собой. Поэтому кем бы ни был аноним, бомжом, иждивенцем, пенсионером, там, не знаю, военным, который не отчисляет налогов, а наоборот получает какие-то дотации, он волен критиковать тех, кто управляет, от кого зависят судьбоносные решения. Именно поэтому анонимен он или нет, это вопрос непринципиальный. Да, конечно, если ты отчисляешь там налоги, допустим, как-то даешь рабочие места, бизнес свой имеешь, ты волен выйти сам, как под собой, под своим именем выступить. И к тебе, возможно, будет больше внимания к такому выступлению, уважения тоже, власть прислушается. Но в норме власть должна прислушиваться к любому мнению, которое направлено даже против, которое критикует. Наша власть от этого далека. Я думаю, что когда она к этому придет, я не знаю, это подобострастие, вот такое, лесть, доминирующая вокруг, не дает пробиться росткам народного мнения, вот к вершинам, там, где выседают наши олимпийские боги. Форум переехал, сменил домен, город в связи с чем? Здесь, я бы сказала, два аспекта имеют место быть. Первый – это всем известные запросы наших правоохранительных органов в рамках оперативно-следственных мероприятий. Второй аспект – это, я позволю себе оценочное осуждение в данном случае, откровенно ущербные наши общественники. Ряд наших общественников является откровенно ущербными людьми, на мой скромный взгляд. Некоторые относятся очень критично к своей внешности, а особенно болезненно они относятся к критике этой внешности. Если пользователи анонимно или, может быть, под своими именами начинают критиковать их прически, там, лицо, что-то еще, то, в принципе, надо относиться как-то, ну, спокойно, мне кажется, к этому. То есть, если ты медийная фигура общественная, ты должен, ну, к этому, может быть, безразличен даже быть. Однако наши общественники не таковы. Они начинают жаловаться, они начинают писать кляузы, они начинают писать админам, звонить их, ну, администрации форума нашей, которая это просто откровенно все достает. Они начинают в суды ходить просто потому, что раскритиковали их внешний вид. Хотя они должны понимать, что это, наверное, глупость заниматься этим. Ну, и после этого, конечно, администраторы приняли решение, что пора от таких общественников дистанцироваться и не иметь с ними ничего общего. И, наверное, пусть они теперь пишут стразбук, хоть спортплато, они ничего не добьются. Пусть они работают над собой и, в принципе, входит к психологу, там, не знаю, может быть, к наркологу. Что касается второго аспекта, да, то это, конечно, правоохранительные органы здесь не так все просто. Да, у спецслужб, возможно, есть задания по выявлению каких-то экстремистских элементов, может быть, инакомыслящих. Однако это тоже добавляет проблем администрации. От них требуют IP-адреса этих пользователей, их личные данные. Причем порой не предоставляя абсолютно никаких решений суда или других оснований, там, может быть, постановления о возбуждении уголовного дела. Просто так, ради интереса или каких-то своих внутренних целей. Конечно, рано или поздно это начало утомлять. К тому же, в одном из городов России изъяли, вот просто так, по произволу, сервер. Другой изъяли, забрали к себе спецслужбы. Получается, горожане остались без форума вообще. Но админы поразмыслили и решили, что нам такого не надо, счастье. Более того, они отключили в коде IP-адреса, и поэтому теперь просмотр их невозможно даже для тех, кто будет жаловаться там из интерпола или откуда-то еще, если таковое воспоследует. То есть это, в принципе, невозможно. Это невозможно, даже не просите. Между инакомыслием и экстремизмом, вот очень тонкая грань, да, вот очень тонкая. Что, на твой взгляд, оппозиция, а что, на твой взгляд, все-таки не оппозиция? Ну, экстремизм и оппозиция я бы тоже не равняла. Я бы сказала, есть оппозиция, есть, возможно, просто люди критикующие, а не центристы, как бы, да. А есть совсем крайние взгляды, неважно, левые и правые они, это экстремисты, ну, экстремистские взгляды, соответственно. Я считаю, что, в принципе, власть у нас сейчас может навешать ярлык оппозиционера там какого-то, но тем более экстремиста, как они часто делают, на любого вообще произвольно взятого гражданина, который позволил себе выразить какой-то протест из-за тех действий, которые власть творит. А ведь очень часто это действие безобразное, скажем откровенно, да. Но, однако, каждый в своей собственной душе должен решить, кто он, как он себя оппозиционирует по отношению к этой власти, резко против, или все-таки ему власть, в принципе, индифферентна, лишь бы она работала. Я, например, к нынешней власти отношусь резко негативно. Я не стесняюсь этого высказывать, я этим горжусь. Меня там патентовали фактически приговором городского суда как экстремиста, крайнего оппозиционера, если вот так выражаться. И надо отстаивать эту позицию, нужно быть несгибаемым, непреклонным. Следует идти до конца. Я не буду призывать к чему-то противозаконному или какие-то призывы совершать, которые подпадают под определенные статьи. То есть все, что законно и не мешает окружающим, имеет место? Да, разумеется, имеет место. Имеет право на существование. Все, что законно и не мешает окружающим. Интернет и традиционные СМИ. Не секрет, что некоторые журналисты уже не так популярны, как некоторые блогеры. И, в общем-то, идет возмущение какое-то со стороны журналистов в том, что блогеры не имеют права высказывать ту или другую позицию. На это право имеет только журналист. Твое мнение по этому поводу? Вопрос неоднократно всплывал на просторах сети, скажем так. И очень многие журналисты, именно профессионалы, те, которые служат или работают, ну, я думаю, меня все поняли, что я имела в виду, официально они, скажем так, ревность испытывают некоторым блогерам, которые будто бы отнимают их хлеб. На мой взгляд, это две такие перетекающие друг к другу, друг к другу профессии. Не буду говорить деятельности, да? Поэтому до состояния смешения порой это ходит. Я считаю, что здесь порой сложно отличить. Я вот, например, блогер, но я в то же время внештатный журналист. Это газеты «Ваши новости», интернет-газеты. И, ну, можно, наверное, разделить... Можно, наверное, как-то это разделить, размежевание какое-то найти, но это проблематично. Кроме, конечно же, самых крайних случаев, когда человек только ведет свой личный уютненький бложик там в интернете, и когда он именно работает, где-то трудится на какой-то там телекомпании, и никаких личных своих впечатлений не высказывает, на темы актуальные и политические тоже не общается, а вот только выполняет свой заказ. Да, вот он журналист, например, там какой-то газеты про властные. Ну, считается, что журналистика должна быть беспристрастной, а блогер высказывает свое мнение, пристрастное мнение, свое оценочное суждение. Но, с другой стороны, сейчас очень развивается гонзо-журналистика, то есть журналистика своего мнения. Суждения блогеров, я бы сказала, порой более здравые, трезвые, нежели суждения некоторых журналистов, и они уже точно не всегда могут быть пристрастными какими-то, или необъективными заведомо. Я считаю, что здесь так прямо не скажешь. Модераторство – это же не работа? Нет. Такое занятие на общественных началах. Это личная инициатива, моя личная инициатива по наведению порядка, помощи администрации форума. Я не обязана никому ничего делать. Это я специально повторяю для тех, кто пытается мне навесить какие-то обязанности. У меня нет обязанностей. И не будет. Я что хочу там, то и творю. Меня назначили смотреть за порядком, который порядок, в принципе, регламентируют админы. Но, в принципе, при этом я не обязана что-то там удалять, чистить за кем-то, кого-то банить или, наоборот, разбанивать, то есть лишать доступа или, наоборот, доступа открывать. Нет у меня этих обязанностей. Я не трудоустроена там по трудовому договору, никогда не буду тогда устроена. Форум находится достаточно далеко в Германии, как я уже сказала. И никаких в данном случае в этом аспекте жалоб на меня, наверное, поступать не может. Жаловаться-то на что? Не на что. Не секрет, что площадку форума, как одной из самых посещаемых и читаемых, используют различные политические силы для формирования общественного мнения, для формирования видимости общественного мнения, для того, чтобы донести свою позицию. Появляется масса ботов, клонов, которые создают такой информационный шум. Ты с этим борешься? Или это не входит в задачу модератора раздела? Пока это все в рамках закона, без там явных оскорблений, до мата какого-то открытого. Ну, вообще, более-менее цивильно. Я стараюсь не вмешиваться, потому что, да, боты есть, но общаются они по теме в основном. Но если не по теме, пользователи всегда могут нажать кнопку жалоба, я такое сообщение в МИСАГу, такое просто удалю, конечно. Но пока жалоб на ботов, честно говоря, не поступало. Есть какие-то общие фразы, что вот боты привалили. Понятно, выборная кампания. Скоро. Поэтому, ну да, они там есть. Я вот этим, например, точно не занимаюсь, этим ботоводством. Не знаю тех, кто занимается, потому что мне, например, не интересны такие способы продвижения своих идей. Мне кажется, легче высказать красиво, красиво, но самому, а не… Это шум, это создание видимости общественного мнения, видимости. Ну да. Лучше бы исследовали реальное общественное мнение, нежели плодили его там сами. Тебе пока еще не надоело модераторство? Ну я уже давно модератор, наверное, года два в среднем. Ну, так, я отношусь к этому как напрягающие обязанности такое. Ну, я сказала, что это не обязанность, но для меня это уже внутреннее стало таким must have, да, то, что должно быть. Конечно, непосредственно обязанности вот рабочих, как бы, да, что вот пришел на работу, сел, начал там смотреть, кто мат написал, нету. Но для меня это внутри уже укоренилось. Ну, то есть я вот так прихожу, смотрю, проверяю, может быть, это уже такая позиция стала. Вот, ну, я уже даже как пользователь стараюсь сейчас... Да, я вмешиваюсь в дискуссии, но надо, наверное, от этого, может быть, отходить, чтобы больше быть как судья, наверное, меньше как пользователь. Имеет ли модератор раздела право на высказывание собственного мнения или он должен стоять над ситуацией? Может быть, это и правильно, с другой стороны, стараться быть там третейским судьей, но в то же время хочется и свое какое-то мнение высказать. Особенно хочется его высказать к личностям, которые питают какие-то резко отрицательные чувства ко мне и которым я, наверное, скажем так, положительных чувств не питаю. Ну, некуда деться здесь. Причем некоторые специально лезут на рожон, разжигая больше какую-то вражду между другими, между собой другими. Ну, приходится реагировать как-то и просто как отдельному пользователю и выявлять свой взгляд на конкретные проблемы.